Это одна из главных тем, вызывающих дискуссии внутри журналистики и в обществе относительно самой журналистики и средств массовой информации. Для того, чтобы хорошо ориентироваться в этой теме, теоретически, далее вы столкнетесь с этим и практически, когда будете работать в конкретных средствах массовой информации, неважно, электронных, печатных, либо каких иных, которые к тому моменту возникнут. Уверяю вас, что весь ваш практический опыт, если вы уже сейчас вдумаетесь во все возможные, их не так уж много, аспекты этой проблематики, этой коллизии, этих коллизий, которые вокруг Института Свободы средств массовой информации, такой самый точный, не очень уклюжий, но самый точный, обобщающий название этого института, возникают. Они все будут в эту небогатую по совокупности, может быть, не с очень красивым рисунком, но они, тем не менее, вполне логичную картину. Почему это важно? Первое, это проблема, с которой будете вы сталкиваться в вашей реальной работе, раз. Второе, потому что постоянно будут возникать, как я уже сказал, они возникают, дискуссии относительно вашей личной, внутри коллектива, в курилках, в аудиториях, внутри коллектива, в котором вы будете работать, и вовне. Более того, как известно, эта тема является одной из главных тем, относительно которых идекуют российские средства массовой информации, журналистский корпус России, телевидение России, известны всякие рейтинги, по большей части спекулятивные, где Россия находится на последних позициях. И вам, хотите вы или не хотите, в эти споры придется вступать. Вы должны чувствовать себя вооруженными. Тем более, что вам, как представителям российского журналистского корпуса, есть что сказать по этому поводу. Конечно, есть и слабости, о которых нужно упоминать. Есть проблемы, о которых можно или нужно говорить с большей или меньшей откровенностью в дискуссии с коллегами. Откровенность тут, градус откровенности, зависит от того, с каким коллегой вы говорите. Если это озлобленный человек, который вообще ничего не видит здесь хорошего, или такой пропагандист профессиональный, который в любом случае изымает из своей жизни только хорошее, а из нашей жизни только плохое и жонглирует тем и другим перед аудиторией широкой, то спорт с этим человеком должен быть одним по тактике, по характеру разговора, по откровенности. А с тем, кто сомневается, пытается разобраться, понять нашу ситуацию, он, наверное, не наверное, а наверняка должен быть другим по откровенности. Но в любом случае вы должны быть вооружены, вы не должны выглядеть беззащитными, вы не должны стесняться себя, своей страны, своей профессии, своего издания. Хотя есть такие издания, в общем, средств массовой информации, в которых некоторым людям точно бы не хотелось работать как раз по этой причине, чтобы не стесняться своей работы. Ну и здесь нужна какая-то профессиональная защита, пусть она будет несколько спекулятивной, но раз уж вы оказались в силу обстоятельств, по собственному выбору, в той или иной структуре журналистской, не уходите из нее, в той или иной взятии массовой информации. Ну, в общем, конечно, вы должны себя более-менее, опять же, комфортно там чувствовать, не казнить, не плакать каждый день, а как мне не повезло в жизни, почему я сюда попал, все идеалы порушены, ну и так далее. Так вот, этот институт свободы средств массовой информации, как я вам уже говорил, в идеале один, в учебниках во многих один, в реальной жизни другой. Судя по всему, судя по всему, и события последних лет, отожженные особенно телевизионным экраном, ярко это иллюстрирует, некий пик существования этого института свободы средств массовой информации, свободы печати, человечеством в целом пройден, в том числе и западная его часть, где, собственно, этот институт родился, и где такое большое значение ему придают. С чем это связано? С тем ли, что политика слишком, журналистика средств массовой информации слишком тесно с политикой, теперь по большей части через средства массовой информации осуществляется управление большими массами населения, либо с какими-то другими причинами. Мы говорили уже об этом, будем говорить в дальнейшем. Сейчас не это важно. Важно то, что вот этот идеал, этот эталон, он должен существовать, вы должны знать о его существовании, вы должны уметь его описать, но он где-то уже позади. Либо, в лучшем случае, в книгах. В реальной жизни, не только в реальной жизни России, все не совсем так, а частично совсем не так, как представляется другими и как описывается в книгах. Так вот, несколько важных моментов, возможно, не совсем помню, не до конца помню то, что я говорил в прошлый раз, несколько важных моментов, на которых мне бы еще хотелось остановиться, выступая по этой теме. Да, безусловно, российское государство, это до сих пор остается централистским государством, ну, как всякая империя. Другое дело, что империи распадаются, ослабевают, в них тоже проявляются демократические тенденции. Вообще, само слово империя и слово демократия, это не является таким полной противоположностью, антонимами одно не исключает другое. Но это тоже очень интересная, но дополнительная проблема. Больше зарегулированности, это безусловно. Больше традиций управления прессой, естественно, это особо, особо эта традиция окрепла в советский период развития наших средств массовой информации. Сам по себе тоже блестящий период развития нашей журналистики. И я надеюсь, когда вы будете изучать историю журналистики, это обязательный курс на нашем факультете, вам соответствующие преподаватели расскажут и о том плохом, что было в советском периоде развития нашей журналистки, и о том хорошем, безусловно, выдающемся, что там тоже присутствовало. Но поскольку, следуя определенным догматам, теоретическим, а часто коммунисты, большевики, советские лидеры, там как их не называют, прямо в какой-то момент, и в первую очередь устами Ленина, который, собственно, и создал это на основе марксовских некоторых текстов и утверждений, создал фактические теории, догматику этой коммунистической журналистики, или как это называлось в то время, когда я учился в МГУ, курс, соответственно, назывался «История теории партийной советской печати». Партийной советской печати замена общего слова, слишком абстрактово, коммунистической. Так вот, там прямо утверждалось, что существует некая классовая правда, есть некая цель, там коммунизм, которому нужно идти через определенные политические коллизии, в первую очередь, через установление диктатуры пролетариата, слово «диктатура» присутствовало прямо, и все остальное должно быть подчинено этой прекрасной цели, ее достижения в этом смысле. Естественно, работники средств массовой информации должны вписываться, и, может быть, даже больше других, в систему этих целей и полаганий выполняют соответствующие распоряжения, там, где это нужно, а вне распоряжения действуя, так, как эта догматика предполагает. Главное, что предполагала догматика – служение, желательно искренне этой цели. Естественно, ты ограничиваешь себя не только по приказу партийному, откуда-то свыше, не только по приказу начальника, который подключен к высшей системе принятия решений. Вот, ты сам себя ограничиваешь в каких-то словах, действиях, писаниях, потому что ты веришь в это, это сознательное ограничение ради достижения этой великой, как тогда казалось, цели. Но, в принципе, в какой бы корпорации вы ни работали, маленькой, большой, и что бы ни называть этой корпорацией, там, конкретную телевизионную компанию или страну, некую, некое государство, как тоже корпорацию, а там очень много схожего. Такая же схема. Всем членам этой корпорации, активно действующим, предлагается оплённая догматика и предлагается следовать этой догматике в своей работе. Желательно искренне, тогда не будет никакого насилия над тобой. Тебе предлагается разделить эту идеологию. Если ты не будешь исследовать, особенно не будешь следовать, это будет явно нарушать, по мнению тех, кто определяет идеологию этого общества и политику на данном этапе, слишком сильно нарушать интересы этой корпорации, в данном случае этой страны или этой телекомпании, неважно, то последуют определенные ограничения твоей деятельности, они не могут в чем угодно выражаться. В самых жестких случаях, вплоть до репрессии уголовного порядка, менее жесткие, это увольнение, выдавливание с работы, разными способами, когда, например, тебе не повышают зарплату, а другим повышают, ну и прочие вещи. До каких-то там мягких увещеваний и прочих вещей. Конечно, вот эта буржуазная, в рамках которой фактически мы сейчас живем, или рыночная, точнее было бы сказать, система взаимоотношений в обществе, она предполагает большую свободу. Но, опять же, тут очень важно понять, не потому, что там коммунисты злые, а антикоммунисты не злые, не потому, что коммунисты, в принципе, считают, что никому ничего нельзя говорить свободно, а антикоммунисты считают, что всем всегда можно что-либо говорить свободно. Это догматика данного общества, это идеология данного общества, так оно построено, так оно функционирует. Оно по таким законам сегодня живет. Да, отчасти, наверное, это связано, помимо там всяких имперских, централистских традиций, характерных для нашей страны, с ее гигантскими просторами, многообразием всего, начиная от климатических условий до этносов, живущих на этой территории и много-много другого, политических привычек, соответственно, это связано с тем, что сейчас можно называть ментальностью, менталитетом. Ну там, насколько русские больше привыкли подчиняться, чем западноевропейцы, командам сверху, вопрос дискуссионный, некоторые считают, что как раз наша страна на данном этапе ее демонстрирует максимальный, как сумма отдельных личностей, общество атомизировано, максимальный эгоизм личный, и любой отдельный гражданин минимально учитывает интересы общества в целом, что происходит из-за большей консолидации, чего, вернее, сейчас не происходит, и не происходило в странах, например, Западной Европы. Но всякие особенности этнической психологии можно разбирать долго, если вернуться к нашей проблеме, к функционированию Института Свободы средств массовой информации в разных его проявлениях, то нужно отметить в этом смысле то, что действительно отношение к проявлениям этого свободомыслия в России и в некоторых других странах разное, равно как проявление отношения к тому, что является тайной, секретом государственным. Сейчас я сейчас об этом хочу сказать несколько слов. Начну с более интригующего секрета. Все мощные государства, так или иначе, демократические, они не демократические, обладают топленным набором тайн, или того, что они называют тайной, секретами, и, соответственно, прячут это от других. Конкуренции на мировой арене никто не отменил, и эта конкуренция периодически приводит к войнам, то есть крайнее проявление конкуренции. Вот если бы кто-то сказал, что как же так 20 лет назад наступил всеобщий мир, никто ни с кем не воюет, а вы там какие-то секреты храните, это был бы серьезный упрек. Но поскольку войны не прекращаются, то надо думать, есть смысл и что-то держать от других в тайне. Как, впрочем, любой из нас, любой из вас обладает тоже некими семейными, личными тайнами, которыми не хочет делиться с другими. Ну, что здесь интересно, обращенное на это ваше внимание? Несколько, вернее, существенно разный подход к сохранению тайны американскими, например, спецслужбами и российскими, ну, это особенно ярко появился советский период, это очень значимый период нашей истории вообще, последних двух веков, естественно, тем более. Как секретят, я общий принцип излагаю, как секретят свою информацию, как секретят свои тайны, ограждает от чужого глаза чужого проникновения враждебного, чьего враждебного, заодно и невраждебного, в России, в частности, в Советской России. И это, отчасти, во многом сохранилось сегодня. Какой принцип? Принцип очень простой, он вам известен, может быть, просто вы об этом не думали. Есть нечто, являющее секретом. Как сделать так, чтобы это не узнал тот, кому не положено? Нужно оградить с забором. Через забор можно перелезть, да? А вот если забор сделать на расстоянии километра от этой бумажки, то есть, в принципе, перелезть можно, но уже сложнее. Плюс тому, кто даже перелезть через забор, вот этот условный забор, нужно еще дойти до самой этой желтой бумажки, в этом лесу, допустим, чем больше ты создаешь поле запретного вокруг вот этой главной тайны, тем труднее найти эту тайну. Если на 10 километров еще сложнее, на 100 километров еще сложнее, ну, там до абсурда абсолютно не доходят, хотя, конечно, гигантские территории, ну, в смысле, там, сохранение военных объектов огораживались, в этом смысле, секретились в советский период. То есть, принцип секретности, соблюдения секретности, а в этом смысле, сохранение тайны, а в этом смысле, ограничение соответствующих свободы, свобода печати в том числе, это проявлялось в прессе, сводился к тому, чтобы засекретить максимум вокруг реального реальной тайны. Вот все, что здесь, все это можно знать, это не помешает обороносспособности страны. Но на всякий случай, чтобы тяжело было дойти сюда, это секретится. Вы даже сейчас не можете представить, что, например, ну, тут наверняка есть болельщики футбольные или какие-нибудь другие, в том числе и среди девушек, и вам известны названия некоторых клубов футбольных, хоккейных, опять же, иных. Вам даже трудно представить, что в советское время секретом являлось месторасположение этих клубов спортивных. То есть, самые известные, которые находились в Москве, в Санкт-Петербурге, Ленинград тогда назывался, и в других городах, но это было невозможно скрыть, просто слишком много людей об этом знало в повседневной жизни. Но, опять же, секретится на всякий случай очень многое, что вроде бы все знают, но все равно засекречивается. Но по всему гигантскому Советскому Союзу указать, указать, где находятся те или иные спортивные клубы, можно было только по специальному разрешению главлита. Это инстанция, которая занималась этим засекречением, а точнее говоря, соблюдением, сохранением тайны, отслеживанием, как это в печати происходит. Кто-нибудь из вас может предположить, почему тайной была приписка к тому или иному региону, к тому или иному городу спортивных клубов? Клуб «Зенит», например, клуб «Крылья Советов» попадали в этот список. Чтобы соперничество начиналось с точки зрения города. Какое соперничество? На футбольном поле соперничество? От фанатов тоже. Нет. Вы даже не можете себе это представить. Все, 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 все. Хорошо, да, да. Вы люди другого поколения. Вообще нужно знать историю. Есть некоторые детали, которые лучше проясняют, чем долгие театрические размышления. Не в этом дело. Клуб же спортивный, и сейчас они привязаны к каким-то бизнес-структурам, кому-то принадлежат. Спортсмены, плюс сейчас футбол точный бизнес, а в советское время это не было бизнесом, хотя то, что какие-то ходили деньги. Но так или иначе, не 11 человек сами по себе решили. Мы создадим команду, и теперь будем участвовать в чемпионатах СССР, мира и прочих. Спортивные клубы существовали при разных организациях. Спартак был спортивным обществом, связанным с... Динамо было связано с милицией, с МВД, Спартак уже забыл того, кого он конкретил. ЦСКА, это естественно армейский клуб, Зенит, Крылья Советов, Клуб Крылья Советов разных городов Советского Союза, спортивный клуб Крылья Советов, он создавался так в 30-е годы Крылья Советов на основе как спортивные команды, спортивные клубы при предприятиях авиационной промышленности, а Зенит это спортивные клубы при предприятиях электронной промышленности. Итак, то, что в Москве были Крылья Советов, там или Зенит был, или там в Ленинграде был Зенит, понятно, всем известно, что в Москве, в Ленинграде много Это было предприятие электронное, авиационное и любой иной секретной промышленности. Но если в городе Н вдруг возникал клуб «Зенит», а он так и возникал, потому что если там возникало электронное предприятие, входящее в соответствующее министерство, и люди не только выпускали всякие системы слежения, контрслежения и прочего, они хотели заниматься спортом. У них была нормальная жизнь, кто бы вам что и не рассказывал, часто играть в футбол. Они создавали спортивный клуб, это поощрялось. Естественно, он назывался «Зенит». И вот люди в ЦРУ, которые получали всю региональную прессу, вплоть до самых-самых районных газет, вот самых зачуханных районов, более всего среди, потому что Московская пресса о клубе «Зенит» в каком-то маленьком городе не писала. И было, а, не очень интересно, и тут, конечно, там главлитра работала очень четко. Я сам с этим сталкивался, когда впервые мне цензор вычеркнул название клуба, упомянуто в моем тексте, спортивного клуба в каком-то небольшом городе. Я так же, как вы, даже не понял, о чем речь, почему? Ну, все знают, что есть, потому что это есть точное указание, что в этом городе находится завод, выпускающий аппаратуру электронную, следно-военную, почти наверняка. Почему и основную информацию, вот секретную, спецслужбы всегда получали, как известно, из открытых источников, но, во всяком случае, очень большой объем информации. И, понятное дело, не из газеты «Правда», где все очень четко в этом смысле было налажено, а вот из этих маленьких изданий, где меньше за этим следили, было меньше профессионализма, меньше обращения на это внимания, Ценсоры там были какие-то ленивые, ну и многое. То есть, короче, там вот все это можно было фиксировать. Итак, принцип засекречивания и ограничения свободы слова, свободы печати традиционной в России, дожившей до нашего времени. Реальный секрет огораживается максимально большой, насколько возможна территорией засекреченности, чтобы этот секрет нельзя было найти. Генеральный конструктор космических аппаратов является очевидным носителем военных, технологических, государственных тайн и секретов, но и вся его семья, дети, родственники тоже, чтобы вот через них не добрались до него. Как американцы, у них другой подход к секретности и к соответствующим ограничениям. Это очень важно. Они по другому принципу секреют это. Вы можете предположить теперь, а как это делают на Западе и в первую очередь американцы? Оплекают каждого? Ну, вы идете в правильном направлении. У них, конечно, у них тоже существуют заборы, сверхсекретные комнаты, здания, куда ты никак-никак не прониклишь, но принцип, он существенно иной. Если им нужно засекретить данный листок бумаги, желтый, с надписями, которые здесь есть, повторю, наши огораживают забором этот желтый листок, чтобы его нельзя было видеть ни из космоса, ни в бинокль, вот с того места. А если перелезет через забор, то тяжело было дойти, найти в этом лесу. Американцы разбрасывают вокруг миллион лесков желтой бумаги. И понятное дело, что очень трудно найти вот этот единственный, на котором, собственно, тайна и содержится. Опять же, с ментальностью это связано, с принципием государственного устройства, как складывались наши государства, которые существуют действительно больше тысячи лет, и американское государство, которое, вообще-то говоря, чуть больше двухсот лет, это несопоставимые величины. Можно говорить долго, но важно знать этот принцип. Он связан с цепленными религиозными, метафизическими, философскими представлениями, политическими разных народов, разных государств, разных наций. Принцип контроля за поведением общества, за мыслями общества в нашей стране, то, что опасно, лучше запретить. Принцип контроля за тем же самым, вот, в англосаксонской, в первую очередь, в системе, в американской, то, что опасно, лучше дать ему возможность проявить себя. Тогда ты это будешь знать, где эта опасность лежит. А плюс это, опять же, нужно учитывать, что внутри СССР не было конкуренции. Ну, вообще-то говоря, был рынок, там, это тоже такой интересный вопрос, весь из нюансов состоит. Но в западном понимании рынка не было. И поэтому конкуренция не была, вроде бы, нужна. А на Западе рынок был. И если ты конкурируешь с другим, то ты больше себя проявляешь, тебя виднее, тебя легче засечь, обнаружить. Это проявлялось во всем. Вот, применительно к нашей теме, данная проблема имеет два ответвления. Первое, связанное с принципами ограничения свободы слова, свободы печати, видными или невидными. Это когда в ТАИ у нас запрещалось, а там многое разрешалось, но все отслеживалось. И все, что выпадало и противоречивало интересам системы, тут же ставилось под контроль. Какие санкции к этому применялись? Иногда даже гораздо более жесткие, чем в Советском Союзе. Но принцип обнаружения вот этих источников опасности, он был такой, очень демократический, открытый. Если все вышли на улицу с плакатами, которые написал каждый по собственному желанию, то сразу видно, кто враг государства, кто враг конкретного политика, кто просто по глупости вышел, написал такой же плакат, как у соседа. Все активисты видны. Особенно сейчас, это ясно, когда всюду стоят видеокамеры. Но опять наши по традиции продолжают пытаться что-то запретить, а там это не запрещают. Там просто все фиксируется, и все потом определяются, вносятся в соответствующие картотеки. То же самое и со средствами массовой информации, как и с текстами. А второе ответвление, это проявление конкурентности, в частности, в среде медийной, состоит в том, ну и не медийной только, состоит в том, что сам принцип конкурентности предполагает, что цель, которую пытается достичь общество, она в какой-то степени очевидна, но не ясно, кто ее быстрее достигнет. Если ты сделал выбор одного на одну партию, то ты, возможно, ошибся. Она, может, и хорошая по своей сути партия, но она будет там сто лет идти к этой цели. А если ты пять партий разрешил и минимально их контролируешь, то очевидно, что какая-то из этих пяти партий дойдет быстрее до этой цели, ну и нацию за собой приведет. Но вот пусть в этой конкуренции проявится та партия, которая ведет к этой цели, приведет быстрее. Мы же не знаем на старте, кто. Нам нравится больше эта партия, но будет ли она самой удачной, самой эффективной, мы не знаем. Таков принцип рынка, таков принцип. Отсюда много избыточного, там больше партий, чем, строго говоря, нужно людям. Больше средств массы информации, чем люди могут потребить, больше статей на одну и ту же тему, чем, вообще говоря, нужно для описания этой темы. Но это очень существенно. Но мы постепенно преодолеваем этот подход. Одним нравится одно, другим другое. В определенных ситуациях вполне отказываются западные политики, западные средства массовой информации от этой конкуренции. И первая такая ситуация, это, конечно, война. Потому что война противоречит... Да, сейчас к войне вернусь. Но мы постепенно к этой системе переходим под всякими внешними влияниями, по собственному желанию. Но я уверен, что как человек не может себя изменить до конца, как бы он ни старался, так и народы, нации, государства, страны, все равно такие крупные, со сложившимися характерами, тоже до конца себя никогда не смогут изменить. И не надо, собственно, такой цели ставить. Так вот, что такое война? Когда моментально Запад отказывается от массы, им же возведенных на пьедестал, свобод, война, это прям противоположное принципам такой объективной, честной журналистики, средства массовой информации. Вроде бы объективная журналистика должна рассказывать всю правду обо всем. Нравится кому это или не нравится. Но если во время войны от твоей армии, в том числе о ее слабостях, ты будешь рассказывать соответственно этому принципу, ты просто будешь выбалтывать врагу все вот эти самые военные секреты. А что такое твоя армия? Твоя армия, помимо всего прочего, это сумма людей, твоих родственников, родственников тех журналистов, которые работают в тех иных средствах массовой информации, или вообще граждан данной страны. То есть одно дело сохранять эти военные секреты максимально демократично в мирное время, а другое дело, когда военное время. Тут уже не до демократии, потому что события развиваются очень быстро, и от того, что кто-то узнал, просто может измениться ход войны. А что главное, что в войне, это победа. То есть будет победа не твоей. Следующее. Война вся построена на обмане. Западная, журналистская, честная. А вот российская, она там какая-то не очень честная. Ну вот, действия в Ливии. Почему? Даже за каждым текстом шло, что самолеты НАТО какие-то там точечные удары наносятся. Никто самолетов не показывал. А как любят телевидение показывать самолеты? Пикирующие, бомбы летят, ракеты стреляют. Вы это очень много видите. Когда реальные боевые действия против Ливии начались западными странами, как раз с применением авиации, почему-то все эти самолеты, такая интересная картинка, все они исчезли. До конца нельзя было, пока не стали задавать соответствующие вопросы. До конца скрыть это было невозможно. Шел закадровый текст о каких-то бомбовых ударах, на самолетах не показывалось. Вот это проявление того, ну в данном случае, это не столько была военная тайна, сколько такая пропагандистская тайна, чтобы не поручивать имидж демократических стран, которые не бомбят мирных жителей, а только каких-то там террористов. А разгляди, где террорист, где мирный житель. Это все тяжело. Итак, объективная журналистика в западном понимании, это максимально честно, а война это обмануть. Украсть секрет противника, сказать, намекнуть, в том числе, через средства массовой информации часто это используется, или как-то иначе дезинформировать противника, что ты пойдешь на юг своей ударной армии, а в реальности пойдешь на север. Вот он должен поверить, сосредоточить свои силы сопротивления там, а ты обойдешь его с другого конца. Вот что такое война. Поэтому во время политических событий, политическая борьба, в определенном смысле, особенно по некоторым вопросам, тоже есть такая война маленькая внутри страны, гражданская война, политическая, с более скромными средствами. И вот как только мы видим всякие предвыборные кампании, политические кризисы, тем более военные кризисы, сразу мы чувствуем, что ограничения вот этого института свободы СМИ на Западе моментально себя проявляют. Надо отдать им должное. Когда ситуация разрешается определенным образом, особенно желанным образом, то они все сразу исчезают. Все эти вот заборчики, ограничения, по крайней мере, из внешнего, для внешнего, обозывателя, не очень наблюдательного, все это исчезает. Вот западная демократия очень прагматична. Наша, но она слишком идеологизирована, и вот еще страдает теми комплексами, проблемами, привычками, о которых я вам уже говорил. Более подробно, с кем-то, может быть, другими примерами, это описано в тексте данной лекции. Это очень важные нюансы. То есть вот вы придете на работу в телезионную компанию икс, и, допустим, 4 месяца будете работать, ну, прямо как по учебнику свободной журналистики. Все, что хотите делать, и никаких ограничений, ну, конечно, тоже будут всякие ограничения, явно вы не сможете критиковать владельца данного сетсума-соинформации. Если он совершил какое-то преступление, в лучшем случае вы дадите маленькую информационную заметку, и то там в самых таких рафинированных в этом смысле СМИ. Ну, как о общеполитическом поле вас не будет касаться. Но как-то какой-то политический кризис, тем более, переходя в политический кризис или кризис с применением насилия, стоя с другой стороны, моментально вы столкнетесь с тем, что вот как-то ваше свобода, слово свобода печати для вас, свободная масса информации, начинает сужаться, сужаться, сужаться. Я не совсем разбираюсь в том, как современные фотоаппараты устроены, но, видимо, принцип диафрагмы там все равно остался во всех объективах. То есть вот это раскрывается, закрывается, в зависимости от, помимо щелчка, там опленой кнопки еще реагирует много там просто на яркость света. Это происходит автоматически. А за эталон берется такое самое широкое, когда вот открыто все. Но не бывает в жизни вот ситуации, когда все одинаково, когда солнце светит одинаково, и, соответственно, одинаково процветает, расцветает, и тут свобода, слово свободы печати. Еще один момент, который я хотел бы отметить, в этой связи важный момент, и, наверное, на этом завершить разговор об этом институте свободы слова и смешанных свободах связан со следующим. Я не помню, я все-таки перечислял, то есть это все в книге содержится, но такую быструю пробежку устно я делал по тем ограничениям, которые в любой стране существуют вполне законно и уж точно легитимно, то есть, может быть, не по писаному закону, но по реальности, по традициям, ограничениям института свободы печати, свободы СМИ. Вопрос задан, ответ не получен. Ну, либо не пробегал, либо не делал эту пробежку, либо вы не зафиксировали в своем сознании, а это важно. Как правило, во всех конституциях, а так иначе, большинство стран мира обладает писанными конституциями, соответствующими текстами, уже в самих конституциях, где в одной статье, или в нескольких статьях провозглашен принцип свободы слова, печати, ССМИ информации и прочее, и прочее, и прочее, существует там же ограничение в этом же тексте конституции. В большинстве случаев эти ограничения связаны с тем, что нельзя призывать, даже призывать, особенно, свободу печати, свободу слова, призывать к свержению закона избранной власти, ну и там в разных формулировках это может присутствовать. Тут действительно сильно отличаются от других американцев, поскольку в американской конституции есть, как известно, право, я не берусь его сейчас точно сформулировать, но суть такова, что народ, народ Соединенных Штатов имеет в отдельных случаях восставать против своего правительства, если оно проводит политику, там, вопреки интересам этого народа. Это, конечно, уникальный пример того, когда вот просто в писанном тексте содержится разрешение на фактически восстание против собственного правительства, ну, при определенных условиях. А в большинстве конституций, в конституциях большинства других стран, включая западноевропейских, есть соответствующие прямые ограничения. Ну, и вы видите, как только начинаются какие-то бунты, чем они вызваны, кто там виноват, полицейский или там молодой человек, который сначала обматерил этого полицейского, или кинул в него камень, а потом стал убегать с наружением там всех правил, в том числе дорожного движения, и в этой гонке полицейский его забил, раздавил, там застрелил, неизвестно. Вот вышли на улицы, ну, там же начинается подавление этих бунтов. Значит, это ограничение, да, и призывов к ним, ну, и так далее. Это ограничение. Следующее ограничение, о которых сейчас очень много говорят, в связи с межнациональными конфликтами, вот ко всему тому в разных формировках, что считается призывом к разжиганию межнациональной, межрелигиозной, там, даже добавленными, и классовой розни. Ну, это очевидное ограничение свободы слова и свободы печати. Ну, просто очевидное. А может, я хочу разжигать, а может, я считаю, что это на пользу обществу. Да вообще, если свобода печати, значит, свобода. А почему о том можно говорить, а об этом нельзя? Далее, в уголовных кодексах и в соответствующих документах разных стран эти ограничения, декларируемые или запреты, декларируемые в таких текстах, как Конституции или законодательные кодексы, а вот в уголовном кодексе под них уже подкладываются реальные статьи, там, с реальными наказаниями за то, если это будет. Значит, государственная военная тайна, о чем я вам уже в несколько другом контексте говорил, всюду, где это есть, всюду есть ограничение на ее разглашение. Другое дело, что, опять же, вот, говорил, не говорил, вам в прошлый раз не могу сейчас вспомнить. У нас по традиции, не всегда так, но пытаются наказать за это того, кто ближе, то есть средства массовой информации. Вот в этом смысле более рациональным является англосаксонский подход. журналист не знает государственных тайн. Они не лежат в редакции, их не валяются на улице. Но если кто-то там действительно не потерял ноутбук с какой-нибудь там программой пуска ракет куда-то, но если даже кто-то потерял этот ноутбук, это потерял носитель этих тайн. То есть это нужно наказывать в разглашении тайны не журналиста, который сообщил, а того, кто вынес на публику, в том числе донес журналиста или там слил ему эту информацию. Но все равно ограничения для средств массовой информации в этом смысле существуют. В разных странах по-разному оно оговоривается. Почти во всех странах, хотя тут идут сейчас сложные процессы, почти во всех странах в судебном порядке запрещается клевета. Это даже касается в некоторых ситуациях, в некоторых формировках не клеветы там на отдельные лица, физические лица, а на некие структуры. По-разному в разных странах. А что такое клевета? Один вариант клеветы это правда неприятная для кого-то, и доказанная и правда. Тогда, возможно, тот, кто ее огласил, не будет наказан, а даже станет там героем дня, недели, месяца. Но некоторые вещи очень трудно доказать, тем более, когда их пытаются скрыть. И во многих случаях клевета это просто недоказанная правда. И все об этом знают. Но журналист сейчас массовой информации не сумела все доказательства подобрать. Что, между прочим, не очень... Иногда к институтам журналистики вот вообще о схожести профессии журналиста и исследователя мы тоже поговорим. Это уже будет, видимо, там весной. Тут много действительно совпадающего. Но, строго говоря, журналистика не оснащена теми инструментами, какими оснащены следственные органы. И им таких прав не дано. Хотя некие дополнительные права у журналистов есть. Но, в принципе, следить за другими, подглядывать за мощную скважину там по санкции суда, подслушивать. Следователь может, если суд ему это разрешил. Сейчас такова правовая норма в нашей стране, как и в многих других. А журналистов подсматривают, подслушивать что-то непрофессионально, не юридически. Никто права не давал. Более того, это находится под запретом. Но если путем подслушивания ты получишь информацию, опубликующую, которая будет явно свидетельствовать, что то, что ты подслушал, это во благо, потому что это угрожает интересам общества, все с этим согласны, коллеги согласны, общественные мнения согласны, конкурирующие политики согласны, то вот твои, в общем-то, неправовые действия, они оправдываются этим эффектом, результатом твоей деятельности. Но в суде, если без санкции суда ты подслушивал, эту пленку записывал, не примут в качестве доказательства, а у журналистов примут, если... Но ограничения есть. Вы должны это учитывать. Ну, там, охранять всякой коммерческой тайны. А что сейчас скрывается под коммерческой тайной, ну, об этом уж точно в телевидении много рассказывает. Заходите в магазин, покупаете колбасу, там написано, что она, значит, состоит из того-то и из того-то, вы видите, что она состоит явно из другого, спрашиваете, а что там, вам говорят, это коммерческая тайна, ну, и вот начинается вся эта ахинея. То есть ты, конечно, можешь все это преодолеть, но важно, что вот сама терминология выскакивает запретительная, она же рождается не в голове отдельного человека, вот институт коммерческой тайны, он, в принципе, существует. Под коммерческую тайну корпорации пытаются подвести вообще всю информацию о себе, а в первую очередь, конечно, негативную. Кстати, одно интересное в этой связи ограничение свобода средства массовой информации ими самими. Средства массовой информации никогда не рассказывают о своих тайнах. Они тоже есть. В том числе и неприятные тайны. В редких случаях средства массовой информации, когда наступает некая медийная война каких-либо политических кланов или в двух конкурирующих медиакорпораций, и то в редких случаях очень дозирно рассказывают эту неприятную тайну другого конкурента. Очень осторожно, потому что, если ты зайдешь за определенную границу, увлечешься этим, то тогда все тайны всех телевизионных компаний, все скелеты в их шкафах станут известны всем остальным. Ты, может быть, добьешься победы в этой конкретной конкурентной войне с этим конкретным противником, но вызовешь такой смежный ком разоблачения и пресса и самое себя со всеми последствиями потери имиджа, доверия аудитории, увольнениями лучших, самых шустрых владельцев и тех, кто добывает незаконно часто эти тайны, своих работников и прочее, и прочее, и прочее. Значит, в последнее время появился этот, в последнее время уже мы с этим живем, уже привыкли, появился эта самая политкорректность, этот термин, вообще институт политкорректности, и он появился точно не в России, не у нас, начались запреты по этому поводу, а к нам только доносятся, нас все пытаются действовать так же, когда запрещают, даже слова некоторые употреблять, для свободной западной прессы, для свободных западных СМИ, в странах, где, собственно, и родился этот институт свободы СМИ, возник запрет на употребление определенных слов. Каких слов? Скоро, мы, видимо, до этого дойдем, скоро будут запрещены слова, не там, негр, черный, как уж запрещено, тут хоть как-то можно объяснить логику, но скоро, как вам известно, будут запрещены слова мать и отец. Как? Ну, как вот, вы еще видите, да, вы свободны от новой информации на сей счет, вам повезло, живете еще в мире розовой демократии и всех свобод. Родитель один, родитель два, это будет называться. Мы сейчас не обсуждаем эту интересную тему, она не совсем предмет нашего курса, но к чему траектория, вы понимаете, какая запреты в этом смысле идут именно там, где институт свободы слова создавался, свободы печати и провозглашался, и всем другим предлагался в качестве эталона и навязывался, навязывался, в том числе путем санкций, давления, там и всего остального, и именно там пошли ограничения, все больше и больше, даже на слова, на нейтральные, повторяюсь, слова, ну, по крайней мере, такие казались вчера нейтральными. Это очень интересный, очень важный аспект, обращаю ваше внимание на это. Завершаю. нужно очень внимательно почитать то, что вот здесь написано, больше и систематизирование, чем я устно говорил, естественно. Желательно, конечно, еще что-то по этой теме, двух, трех хотя бы авторов, мне нужно много, потому что все повторяется, тут нет таких уж какие-то тонкости, которые можно выяснить только у источника Икс, если там в какой-то супербиблиотеке найти его единственную статью. Очень много достаточно очевидного. Но нужно прочитать, чтобы получить представление об идеале эталона, которого никогда в жизни не бывает, о трансформации этого идеала эталона, точнее, института, построенного на основе этого эталона, подчерктижам этого эталона в реальной жизни, европейской цивилизации, к которой мы относимся вообще, тут еще может шире взглянуть на остальной мир, мне несколько другие представления вообще о свободах, в том числе об этих свободах, но этого мы пока не касаемся, в разных странах трансформации, как это происходит и как расходятся в тот момент призывы, декларации, лозунги, особенно навязываем другим и реальности. И тогда вы будете подготовлены, повторяю, к тому, чтобы, а, и участвовать в спорах, соответствующих, побеждая в них, а не забиваясь в угол, и к проблемам, скажем, вы столкнетесь в этой своей практической деятельности и жизни, конкретно связанной с этими самыми ограничениями. Я обращаю внимание на то, прежде чем перейти в более сжатом в более сжатом изложении следующей темы, я практически наверняка уложусь в оставшееся время, я обращаю ваше внимание на то, что вслед за пятой лекцией, по теме, которой я вам сейчас я завершил свой рассказ, идет шестая лекция, краткий очерк на новейшей истории современной русской журналистики. Эта лекция не входит в число тех, о которых я рассказываю в этом вузном курсе, она не входит в вопросы билетов. то есть в принципе вы ее можете не читать, пропустить, но я рекомендую вам все-таки прочитать, хотя бы прочитать, потому что нужно знать историю своей собственной страны, соответственно своей собственной журналистике, массовой информации. Вот последний период их развития в разных проявлениях он здесь описан. Опыт показывает, что все-таки очень много приблизительного знания, даже относительно того, что было 10, 15, 20 лет назад. Но это легко проверить, если я сейчас привел бы некоторые названия некоторых даже телевизионных компаний, имена некоторых журналистов, вы вообще никак на это не отреагировали, хотя еще там 10-15 лет назад это были очень громкие названия, громкие имена. Так что рекомендую прочитать, хуже от этого не будет, а кое-что вы узнаете, а во-вторых некая систематизация того, как наши СМИ развивались в последние 25 лет, вообще-то отчет я там веду от смерти Брежнева от 82-го года, как все происходило. А теперь то, что в тексте учебника лекции номер 7, современная русская журналистика как конкурентная система. В принципе, это тоже очень важная тема, но все важно в журналистике, в теории СМИ, нет 100 важных тем, проблемы лекции, 15-20, ну, какие-то более важные. Так вот, современная русская журналистика как конкурентная система. Значит, тут важны два аспекта, оба содержатся в писанном тексте, некие позитивные или нейтрально позитивные проявления этой конкуренции и конкуренции как проявления конкурентности и негативные проявления этой конкуренции. Я надеюсь, вам известный термин, во всяком случае, добросовестная конкуренция и недобросовестная конкуренция. Вот лекции, структура этой лекции фактически это две части. Сначала они реально о конкуренции как таковой и проявлении их ее добросовестных, второе недобросовестной конкуренции. Средства массовой информации, вообще, жизнь общества Приворалистично. Опять же, диктатура, авторитаризм и демократия, по большому счету, тем более, что диктатура и авторитаризм никогда долго не длятся, но с исторической точки зрения, а демократии часто рушатся, а в определенных обстоятельствах сваливаются сами в авторитаризм, в деспотии, циклы такие продолжаются. Так вот, общество разнообразно. Мир разнообразен. Разнообразие есть один из главных законов мира, видимо, из-за рождения жизни и выживания мира. Пока мир разнообразен, он выживает. Как только он станет однообразен, авторитарно однообразен или демократически однообразен, это, наверное, как конец мира. То есть, общество, жизнь общества плюралистична, средства информации по определению плюралистичны, их много. Вот все то, о чем мы говорили и до того. А там, где есть плюрализм, там есть и конкуренция, соревнования по-русски, то есть конкуренция. Как проявляется конкуренция в средствах массовой информации? В чем конкурируют между собой, друг с другом? Телеканалы, газеты, журналы, отдельно взятые журналисты? Не буду сейчас задавать вопросов, мало времени, сразу дам ответ. Они конкурируют по поводу трех вещей или за три вещи. Сообщить что-то быстрее других. Описать то, что произошло лучше других. Ну, тут могут быть иные определения, но слово лучше, оно такое, на мой взгляд, оптимальное. И еще третий аспект, интереснее других, рассказать что-то, неважно что. Проблема для практикующего журналиста, в том числе Телезиончика, вот конкуренция идет, и вы с этим столкнетесь, в разных редакциях разный к этому подход, частично разный. Что лучше, быстрее других или лучше других сделать? Правильный ответ, как всегда, это не математика. То есть в математике есть какие-то ответы, но это уже недоступные мне области, неопределенные. Но большинство нам известных, это все-таки определенные ответы. В гуманитарной сфере чаще всего самыми точными являются вот эти неопределенные ответы. В каких, смотря в каких случаях, и то, и то. Я здесь привожу там соответствующие примеры, в том числе своей личной жизни, как меня когда-то. Один мой старший товарищ учил тому, просто он мне сказал, впервые он мне вложил в голову, в сознание, вот в мою профессиональную, эту мысль. Не пиши быстрее других, пиши лучше других. То, что быстрее забудется, то, что лучше останется в памяти. Понятно, да? Это зафиксировано в книге, как написано. Но, тут есть много аспектов, я вас отсылаю к тексту этому, сейчас обо всем не успею сказать. Но, если вы работаете в информационном агентстве, понятное дело, вы не можете лучше других, но позднее других, с большим опозданием. Ну, на одну секунду, там, не знаю, на полминуты, может быть, и да, но лучше. А если на час, то, ну, все уже, первая новость, там, банальности я вам не буду рассказывать журналистские истории, относительно того, что тот, кто первый огласил какую-то информацию, он же завоевал информационное поле, ну, и так далее. Это, я думаю, вы уже даже знаете слишком часто об этом говорят. Так вот, в газете, в журнале еженедельном, для определенного типа журналистов, таких аналитиков, собственно, журналисты делятся на информационщиков и аналитиков. Вот главное деление. Информационщики могут собирать информацию, интервью брать, это тоже, в принципе, информация о том, что думает данный человек. Это репортаж, это информация, изложенная в виде определенного сюжета, с описанием, как то или иное событие развивалось. Это все информационные жанры журналистские. И только аналитика, вот статья, комментарии на телевидении, это аналитический жанр. И вот эти люди, те, кто аналитики, комментаторы, они стараются сказать лучше, пусть позже. А те, кто информационщики, они стараются быстрее, пусть хуже, конкуренция. А почему возникает интереснее? Потому что есть еще такая бульварная пресса. Там не важно, но обогнать других, понятное дело, нужно в рассказе о том объекте. Глубже, лучше, умнее, вот все это то, что под лучше. Это для бульварной прессы не важно. Интереснее, чтобы читали тебя, не важно что. Можно придумать, нафантазировать, сочинить, налгать. Главное, чтобы было интересно. Ну, вот он доходит до максимального предела. Вот, собственно, поскольку сейчас время конвергенции, как любят говорить, мультимедийности. Сейчас я еще об этом скажу. Другое проявление этой конвергентности, значит, мультимедийности. Жанры смешиваются, средства массовой информации, их формы смешиваются. Многие солидные издания, внешне солидные, претендующие на солидность, используют лексику, ту, которая 20 лет назад только бульварными изданиями использовалась. Ну, только бульварными. А сейчас этой лексикой полны, вполне солидные газеты. Заголовки, по заголовкам часто ты не отличишь. Ну, то есть, качественные издания там, качественные, массовые, бульварные. Вот три главных деления. Сейчас, повторяю, идет некий сложный здесь процесс, я о нем скажу. Но принципиально деление такое. Раньше было очень четко было. Никогда, невозможно себе было представить, чтобы заголовок в качественном издании, посвященном такому событию, напоминал заголовок в бульварную, уж это точно исключено, но даже в массовом. Слова были другие, конструкции, соответственно, другие. Другие пласты проблемы брались из того, что описывается. Сейчас я не буду называть издания, претендующие на максимальную респектабельность, даже в заголовках, которых можно легко переставить на аналогичную статью, на ту же тему в каком-нибудь самом-самом желтом леске. Это вот конкуренция, борьба, соревнования за интересность. Потому что интересность, ну, как можно завлечь аудиторию? Ты что-то о значимом для них событий сообщаешь раньше других, больше нет других источников информации. Естественно, все собираются вокруг тебя и слушают, что ты скажешь. Врешь, что не врешь, то, что будут потом разбираться. Либо ты рассказываешь интереснее других, о чем, ну, неважно о чем. Если это неинтересно, все равно будут читать, смотреть, слушать. Может быть, все это придумал. Так рождаются некие дутые сенсации, когда вот специально там нужно подогреть интерес к своему изданию. А вот лучше, это уже, так сказать, более спокойный анализ, чтение, просмотр того или иного. То есть сейчас, скорее всего, в наше время, скорее всего, главное соревнование идет по линии. Для одних важнее раньше, для других лучше важнее, интереснее. Лучше отходит на третий план в данном случае. Лучше, лучше, критерий лучше. Раньше критерий лучше для и по качественных изданий, и для массовых изданий стоял все-таки на первом. В смысле, соревновался быстрее или лучше, а интереснее это был дополнительный критерий. Значит, вот по этому поводу соревнований со всеми интригами, дрязгами, которые в данном случае возникают. И вот иллюстрация к тому, о чем я сейчас говорил, любую газету откройте, сегодняшнюю, вчерашнюю, позавчерашнюю, любую кнопку нажмите, и вы это увидите. В информационных новостных выпусках нужно быстрее, а лучше будет в информационно-аналитической, еженедельной программе, когда все это лучше, других мы расскажем. Потому что быстрее, в течение недели идет соревнование, в новостях идет соревнование за лучше. Но интересность, я сказал, там присутствует. Тем более, что в чем преимущество телевидения? Радио сначала, телевидение, тем более интернет во всех сетевых. Есть поговорка, она очень брутальна, но очень точная. Что написано пером, не вырубишь топором. Вышла газета, там написано, что вчера убили такого-то. Оказалось, что он жив через два часа. А газета уже вышла, распродана. Ну и что, ты будешь ходить, там, редакция, изымать весь тираж у всех тех, кто купил эту газету. А телевидение, оно сообщило в трехчасовом выпуске, что убили такого-то. Выпуск закончился, через час выяснилось, что не убили. Но если это там слишком важные события, то спецвыпуск дадут. Кстати, газеты иногда особенно мощные, если что-то случалось важное, они вот делали спецвыпуски, исключительные случаи такие бывали в моей практике, газеты, но это действительно исключение. А телевидение, оно поправится в следующем новостном выпуске, либо спецвыпуск быстро сделает, и забудется то, даже как-то прилично, что люди ошиблись, и вот видите, значит, исправили свою ошибку. А вот в газете так нельзя. Значит, следующее, на что я обращаю ваше внимание, и тут даже рассказывать об этом с этой академической трибуны было бы неправильно, потому что это система градаций разных средств массовой информации, в чем, в частности, тоже проявляется конкуренция, соревновательность между ними, нужно понять, кто в каком весе, кто в каком классе конкурирует. Мальчики борются с мальчиками, девочки с девочками борются, но есть такие виды спорта, где и мальчики, и девочки участвуют. Но прежде нужно разобраться. Как-то не трудно в сегодняшнем мире понять, где мальчик, и где девочка, если, скорее всего, если так будет развиваться нам через тоже лет 10 запретят и мальчиков называть мальчиками девочек девочек, а будет человеческая особь номер один, человеческая особь номер два, ну и там всякие промежуточные, известные уже на данный момент, вот там номер три и номер четыре, или как-то иначе. Так вот, вот там и тут градация. Их я 12, по-моему, привожу, говоря о том, что иные градации можно еще дополнять другими градациями. Ну, просто в качестве примера, самое очевидное, простое, телевидение, телеканалы, радио, радиостанции, печатные СМИ, информационные агентства, фотоагентства, интернет-издания, которые появились в последнее время, о них я еще несколько слов сейчас скажу в самом конце. И вот качественные СМИ, массовые, бульварные, что опять же сейчас смешивается. Да, и вот важно отметить, изменения, которые, как быстро все происходит по отношению к тексту этой лекции, мы об этом еще будем говорить, но сейчас просто фиксирую. Были газеты, но совсем еще недавно, они входили, как правило, в какие-то холдинги. В холдинге могла быть газета, журнал, как правило, массовая газета, качественная газета, журнал, один, другой, развлекательный такой. Иногда соединялись, там были книжные издательства, очень часто. Ну, иногда и возникали соединения издательских холдингов, там, с трезионными холдингами. Но это в одном букете существуют разные цветы. Сейчас большинство известных, мощных изданий имеют печатную версию, имеют электронную версию, которая все сильнее и сильнее отличается содержательно, уже как информационное агентство работает. Имеют радиостанцию, и теперь все обзаводятся своими телеканалами, интернет-телеканалами. Вот это новая специфика, которой раньше не было. Значит, обращаю ваше внимание, то, что я уже упомянул, что вторая практически вся честь данного, данной лекции, данного текста есть перечисление и объяснение сути приемов недобросовестной конкуренции. Это нужно обязательно... Там очень простые для профессионала вещи. Но очень простые даже для профессионала вещи. Часто ты их не осознаешь, пока не прочитаешь где-то, что это так и есть. И уверяю вас, что вы встретите вот в этом перечне, не менее тоже 12, может, 15 пунктов, то, что вам даже не представлялось возможным, или вы не обращали это внимание. Но это все опасности для вас. С вами тоже так, с вашими изданиями, будут недобросовестно конкурировать. Новая форма недобросовестной конкуренции внешне, по крайней мере, появляется сейчас. Вы видите, как телевидение, один телеканал выпустил с успехом, пошла какая-то программа, и дальше все остальные телеканалы, что-то там варьируя, меняя немножко, или множко, у кого как получится, делают такие же программы. Это один из приемов такой добросовестной, недобросовестной конкуренции. Разница между плагиатом и некими вольными или невольными заимствованиями, подражаниями, она очень тонкая, но сейчас это проявляется в таких формах. завершаю обзор достаточно быстрый этой темы. Вот чем. Что такое интернет-сеть? Вот в связи с темой, о которой мы говорим. Первое, что нужно зафиксировать, возросли возможности одного средства массовой информации попадать в разные градации, в разные группы. Радиостанции разных газет конкурируют между собой. Как и сами газеты между собой. Появился интернет-телевидение, издание теперь интернет-каналы, их будут тоже конкурировать. Вот это новое. Второе новое принципиальное. Увеличилось число источников информации, играющих на этом поле. Есть профессионалы, вот все редакции, которые обзавелись там собственными сайтами уже давно. А есть непрофессионалы. Их миллионы. Вот те, кто в сети присутствует. Иногда они дают быстрее информацию, потому что редакция не может оказаться во всех событиях, на месте всех событий. А случайно один человек может оказаться. А раньше куда он? Позвонит в редакцию, напишет письмо в газету, я видел, что случилось такое-то. А сейчас он прямо вот в эту сеть, где присутствуют профессионалы, и все ищут эту информацию, и все это дает. Но профессионализм все равно, как любят говорят, говорят, отечественные журналисты, не только они, профессионализм не пропьешь. И он все-таки виден. Ты можешь одну эксклюзивную информацию дать раньше, чем какой-то телеканал, какое-то информационное агентство. Но каждодневно ты с ними соревноваться не можешь. Другое дело, что таких соревнователей очень много. И каждодневно каждый другой вступает в это соревнование. Но в конечном итоге все равно остаются профессионалы. Либо этих людей редакции вытаскивают, затаскивают в свои сети, раз ты такой шустрый, работай на нас. Но, конечно, одному против корпорации на этом поле нельзя противостоять. Но конкурентность, безусловно, усилилась. И последнее. Потенциально, да, опять последнее. Аудитория резко расширилась. Сузилась аудитория газет, но за счет этих людей расширилась аудитория, ее некая избирательность. А в конечном итоге конкуренция за что происходит? В том числе и в журналистике, все смотрят на сайте. Чтобы продать свой товар как можно большему числу людей. Тут тоже новые аспекты появились. И последнее. В принципе, как дальше будут развиваться события, не очень пока ясно. Потенциально действительно увеличилось число субъектов вот этой медийной и журналистской деятельности. На миллионы увеличилось. И они будут как-то переформатироваться. Все это не может. 30 миллионов, 40 миллионов пишет в сеть, 50 миллионов пишет в сеть. И все сообщают что-то новое. Будет дальше выкристаллизовываться какая-то новая сеть вот этих профессиональных медийных работников. Будет ли эта сеть нарастать, как часто бывает, когда в соляной раствор кидаешь ветку вокруг вот этой ветки, то есть уже сложившейся структуры. Или там кристаллы будут расти сами по себе, что тоже иногда происходит. Это отдельный вопрос. Но принципы конкуренции и вот эти главные цели конкуренции продать себя, свой товар, свою продукцию, свой текст, свое видео большему числу людей. А для этого нужно быть либо быстрее других, либо лучше других, либо интереснее других. Это ничего не отменяется. Поэтому в этой лекции есть некая мишура, которая изменяется в зависимости от технологического прогресса, в частности, сегодня особенно видно. Есть фундаментальное. Фундаментальное остается, а вот мишура, она живет своей своеобразной, но часто временной, семиминутной жизнью. Спасибо. На сегодня мы завершили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok